Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! Hello! Bonjour! Shalom! Все, мы начинаем урок Торы. Традиционный. Сегодня перед шаббатом очень активно, потому что надо много, много надо успеть. Неделя закончилась, и сейчас шаббат. Вот точно так же, когда человек умирает, а с собой не успел сделать заповеди, митцвод, и он думает в конце жизни, вот надо же много успеть. Георгий Нивня, шалом! Максим Перенчук, два у нас всегда, самые первые приходят, молодцы! Все, значит, мы остановились, давайте сейчас все собираются активно, активно собираются. Леса Маранельс, шалом! Влад Косов! И мы сегодня заканчиваем девятую главу. Девятую главу мы заканчиваем. И давайте чуть вернемся к предыдущей, чтобы связать. Значит, речь шла о том, что есть идеология Торы, и есть идеологии, идеологии, которые предлагаются обычным миром. Нет и идеи установки, которые впечатываются в людей при их рождении, в зависимости от той страны, в которой они живут. Вот, печатывается страна, семья, сословия, каста. Вот, например, если бы Светлана Карачева, не дай бог, родилась бы в Индии, то в какой касте она была бы? Непонятно. Демир Партнер, он живет в Казахстане, ему нормально в Казахстане жить, да? Но, если бы он родился в Китае, а не в Казахстане, и в тысячу лет назад, и женщиной, например, не дай бог, все было бы совсем по-другому в его жизни. То есть, каждый человек, когда он рождается, он попадает в установленную идеологию, как бы, знаете, как телефоны с предустановленными программами. И все. То есть, если ты Андроид, Андроид. Если ты Эппл, Эппл. Все. Теперь, значит, идеология Торы. Идеология Торы – это божественная идеология, то есть, то, Бог, ради чего он создавал мир, то, как он мир задумал, он, значит, дал эту идеологию Торы. И если ты родился в религиозной семье, отлично, отлично, тебе повезло. То есть, у тебя есть, с детства тебя прямо, закачивают у тебя все программное обеспечение, это ироническое, и вот тут наступает интересный момент. А мы выяснили, здесь нам было написано, что есть четыре категории, хана, шалом. Значит, есть четыре категории. Наивный – это тот, который верит всему, что ему говорят, и он не обдумывает, у него нет вопросов. Это очень хорошо быть наивным. То есть, это идеальный вариант родиться таким наивным, и чтобы тебя воспитали в правильной системе. Тогда отлично, ты идешь по жизни спокойненько себе, и спокойненько умираешь, и заходишь в лучший мир. Теперь есть люди не наивные, а они называются хасерлев – эмоциональные. Они не управляют своим мышлением, у них очень сильно их эмоциональная часть их рубит. Прям вообще они… у них идет борьба между рациональной частью и эмоциональной. И здесь все зависит от того, дадут ли им правильные установки, натренируют ли его, этого человека, побеждать свою эмоциональную часть. Например, есть один из самых таких сейчас в мире известных миллиардеров – Рей Далио. И он, Рей Далио, он в 16 лет начал медитировать. Начал медитировать. Ему… почему начал медитировать, кстати, он говорит, все очень просто было. Битлз медитировали. И я от Битлз, мне Битлз нравились, Битлз была модная, я тоже начал медитировать. И он и человека, который был эмоциональный, которого выгоняли с работы, он даже когда-то начальника своего побил в одной из фирм. Он стал человеком, который полностью починил свою жизнь, он прямо говорит, что у меня есть два, две личности внутри. Одна рациональная, одна эмоциональная. И он говорит, я починил эмоциональную рациональной. То есть я не даю эмоционально управлять своей жизнью. Рей Далио такой суммный человек. Стал миллиардером, вошел в 100 самых богатых людей мира, написал книгу «Принципы» и как бы он выдумал свою идеологию. Он говорит, у меня вот такая идеология. То есть он не скрывает, он говорит, я эту свою идеологию выдумал. Значит, это называется эмоциональный, Хасерле, вторая категория. Третья категория, это я повторяю то, что мы до этого изучили. Третья категория это насмешник. Насмешник это травмированный в детстве человек, который над всем насмехается, чтобы больше не травмироваться. То есть он боится травмироваться дальше, поэтому он все отрицает, ему как бы установил защиту. И последняя, четвертая категория это злодей. Злодей это тот человек, который активно нападает на окружающий мир, на добро, на добрых людей и он производитель зла. Теперь, значит, и мы изучили, что как царь Соломон от имени Бога, от имени Торы, он говорит, давайте заворачивайте ко мне. Значит, если вы наивные, вообще вам повезло. А если вы не управляющие собой, так я вам дам систему, как научиться управлять собой. Это в Торе все есть. Значит, теперь мы дошли до 17-18 отрывок в 9 главе. Вот сегодня мы их выучим. Они очень нам открывают такой интересный ракурс над все, что происходит в мире. Значит, звучит так 17 отрывок. Что за вообще непонятный отрывок, да, если посмотреть с первого взгляда. Вода краденая сладкая, а хлеб спрятанный приятный. Значит, здесь в притчах царь Соломон же выражает понятным непонятное. Значит, он раскрывает нам следующий принцип, который положен в основе вообще того, что происходит в мироздании. Принцип такой. Вы слышали наверняка эту фразу. Запретный плод сладок. Слышали? Запретный плод сладок. И, значит, здесь именно говорится об этом. Почему запрещено? Значит, Раша, один из комментаторов на это место, он говорит, что запретные отношения с замужней женщиной, они по, ну, как бы дают больше удовольствия, чем с разрешенной. То есть, с неразрешенной больше удовольствия, чем с разрешенной. Почему? Почему Бог так сделал, что то, что запрещено, оно человека влечет, а то, что можно или нужно, Тора, духовность и так далее, оно не влечет. Почему так сделано? Чтобы сохранить равновесие, чтобы все было честно. То есть, мы смотрим, смотрите, вот это зло, вот это добро. За добро есть вечная, там, вечная награда, вечная жизнь, любовь Бога, там все. Теперь за зло, ад, исчезновение, раннее смерть, там и все. Ну, кто бы выбирал бы зло? Никто бы зло не выбирал. Понятное дело, все бы выбирали добро. Это не было бы выбора. Это, знаете, как ты подходишь, значит, подходишь ты и стоит вот тут Мерседес снова, а тут какая-то развалюха. И тебя спрашивают, ну, выбирай, какую машину ты выбираешь. Понятно, человек выберет Мерседес. Это не выбор. Это, здесь нет выбора, здесь есть очевидное решение, что то, что лучше, то я и выберу. Теперь получается, получается что? Что для того, чтобы появился выбор, нужно было их уравнять. Уравнять вот эти вот две штуки. Добро и зло, чтобы был явный выбор. И как это было уравнять? Сделана такая система специально, что зло, оно привлекательное. То, что называется животное начало в человеке, его ецерара, злое начало, животное начало в человеке. Оно внутри человека тянет в сторону зла, в сторону запрещенного. А его духовное начало, оно его не тянет в сторону добра. Оно просто, как бы, написано, что, перте, вот мы учили, такая есть смешна. То есть, гонись за заповедью и убегай от преступления. Так написано было в перте, вот. Так, что значит, почему я должен убегать от преступления и гнаться за заповедью? Это значит, что заповедь, она как бы от меня убегает, а преступление за мной гонится. Это как раз описан вот этот вот принцип. Вот этот принцип описан. Смотрите, что вот человек сидит, как эта женщина в начале, в самом начале, дерево познания добра и зла, и она увидела вот это вот, увидела на этот плод, запретный плод, да, то, что Бог сказал, нельзя от него кушать. И он был вожделенный для глаз. Теперь человек смотрит, например, на какую-нибудь женщину, да, мужчина смотрит на женщину. И если она ему запрещенная, то его злое начало, оно начинает ему рассказывать, какая она хорошая и симпатичная. А смотрит он на женщину разрешенную, она ему не так кажется симпатичной. И у него тогда есть выбор. Тогда вот это равный выбор, понятно? Это очень интересная такая вещь. Теперь, значит, почему утаенный хлеб приятен? По той же причине. То есть то, что скрыто, оно приятно. То, что открыто, то, что есть, человек не ценит. То, что у него нету, оно ему кажется ценным. И на этом построено все движение в мире. Потому что если бы этого не было принципа, то тогда мир бы не двигался. То есть сидит человек себе, вот у меня все, слава богу, отлично. У меня отлично. У Олега Ярошенко, который пишет, будь храбрым и мужественным, все у него тоже отлично. Ну, нормально. То есть я не знаю, как лично у него. У меня, слава богу, вот в данный момент все отлично. Я помолился, покушал, поучился, все идеально. Теперь, ну, человек так устроен, что его вот эта вот система внутреннего воображения, она ему рисует какие-то картинки, все время рисуют ему какие-то раскадровки. Ему кажется, что потом будет лучше, там будет лучше. Зависть на этом работает, правильно. Зависть на этом работает. То есть то чувство, когда ты смотришь и ты думаешь, что кому-то лучше, это как раз относится вот к этому моменту, да? Что вода, краденая, сладка и утаенный хлеб приятен. То есть то, что не твое, то, что ты не видишь, то, что ты не имеешь, тебе кажется привлекательнее, чем то, что у тебя есть. И на этом основано все движение человека по жизни. Ему все время кажется, что у соседа трава зеленее, что тот живет лучше, а я живу хуже, и дай мне еще, а дай мне то. Понятно, да? Теперь и восемнадцатый отрывок. Он нам объясняет, какая за это идет следующий шаг. Вело я да, и не знает тот, кто так думает. Киры фаим шам бэмкэ шооль кроея. Что есть там мертвецы в глубине преисподней, и они как раз зовут, вызваны ей. Вызваны ей вот этим подходом к жизни. Понятно, да? То есть, вот этот подход к жизни, когда человек себе рисует запрещенное, это у него автоматом происходит. Хорошо там, где нас нет, да, вот это из этой же серии, из этой же серии поговорка. Значит, если ты на это повелся, то есть ты повелся на вот это вот, как сказать, обесценивание того, что есть. А что такое, когда человек обесценивает то, что есть у него, и наделяет ценностью то, что ему не принадлежит, то, что чужое, то, что ему нельзя и запрещено. Этим самым он сам же себя уничтожает. Тоже мы учили в Пертьевод, что кино, зависть, таава, вожделение, вэковод. Кавод это стремление к почету, мациим это адам и наулам. Человека вытаскивают из этого мира. То есть, есть три вещи, которые как раз вот, на которые работают вот это злое начало. Первая вещь это зависть. То есть, что такое зависть? Это человек себе придумывает, что кому-то лучше, чем ему, и он завидует тому, чего у него нет. То есть, он говорит, что все в этом мире несправедливо. Раз у меня есть, раз у меня есть, говорит человек, да, мое, но это не, это мало, мне не додали. Он говорит, Бог несправедлив. Мне не додали, а ему дали больше, чем мне, ему лучше, чем мне. Это несправедливо. Это зависть. То есть, и кому от этого лучше, от этого никому не лучше, от этого всем только хуже. Вожделение. Вожделение это, когда человек вожделеет, то есть, у него есть страсть и желание к тому, что, во-первых, к тому, чего у него нет, но слово вожделение используется именно на вот эти вот чувственные наслаждения. Например, еда. Вот сидит человек, смотрит еда, он смотрит на нее и думает, класс, сейчас я вот поем еды. Поем я сейчас еды. Он вожделеет как бы ее. Наелся, сидит и думает. Ой. Спасибо. Зачем я ел? Ну, зачем я это ел? Не могу. Вес лишний. Все теперь болит. Плохо себя чувствую. Ну, зачем я это ел? А если он посмотрит сейчас на ту еду, которую он съел, вот только она в рот попала, он ее переживал, и она, эта еда попала ему в кишечник, если бы он ее сейчас оттуда достал, он бы хотел бы эту еду есть? Не хотел бы? Вообще не хотел бы. Но это та же самая еда, только что она была на картиночке такая красивая. А если он ее сейчас достанет из живота, она не такая красивая. Смотрит он на женщину какую-то на рекламе. Вот мне жена подсказывает, что тут надо было остановиться. Но я именно хотел рассказать сейчас метод, которым действовал Раби Нахман из Бреслова. Раби Нахман, он, чтобы избавиться от вожделения, он изучил анатомию. И он, когда смотрел на вот эту женщину, на любую, то он тогда видел не ее, как бы, а он видел ее в разрезе, в анатомическом разрезе. То есть он представлял ее, вот сними с нее кожу, например, да, разрежь ее вот так вдоль, поперек. И он ее представлял, как у нее внутри 12 метров тишечника. Любая женщина красивая, у нее внутри 12 метров тишечника, в котором как раз 12 метров вот эта еда, которую она съела, она в ней внутри находится. Если это представить, то, естественно, совершенно будет другое отношение, да. Понятно. То есть и тишки представлял, да, вот этот как раз тишчен именно и представлял. И мышцы тоже, и связки не такие привлекательные. То есть, понятно, да. Что такое почет? Почет, стремление к почету, это когда человек говорит, меня должны уважать, меня должны почитать, меня должны слушаться. Все в этом мире должно быть, как я хочу. И в этот момент у него начинается ад, потому что мир не хочет его слушаться, мир не хочет делать, как он хочет. Мир не хочет, написано в Талмуде, что жизнь педанта не жизнь. Жизнь изнеженного человека не жизнь. Он живет в аду, он страдает все время, да. То есть тот, который требует к себе почета, его все время он будет ходить такой, как Аман. Мы сейчас приближаемся к Пуриму, и мы понимаем, вот в Пуриме зашифровано вот этот как раз смысл, да. Что Аман, Аман, он, когда ему Мордехай не поклонился, он зашел, пришел, у него стол накрыт, там 10 сыновей сидит, друзья, он премьер-министр, и он говорит, вот все это мне не в радость, пока Мордехай ко мне не поклонился. Вот это стремление к почету, которое у человека забирает, забирает его жизнь. Меня недоуважали, меня недооценили, к нам меня там не так посмотрели. И вот эти мысли, они человека сжирают. Зависть. Человек, который не понимает, а вот его оценили, его, значит, ему дали, ему там передали. Ай-яй-яй, еще себе хуже сделал. Потом сидит, значит, и думает, эх, хочу я вот прям, хочу, не могу, вот это, вот это и вот это. А у меня нету. А вот как раз я это и хочу. Вот была бы у меня там Анжелина Джоули, вот я был бы счастлив. Думает кто-то, да? А че ж ты был бы счастлив? Брэд Питт не был с ней счастлив. Развелись они с Брэд Питт, да? И ей тоже Брэд Питт не нравился. Представляете? То есть Брэд Питт, там, половина женщин в кинотеатр ходят из-за Брэд Питта. То есть, большая половина. Они прямо, прям, Брэд Питт. Анжелина Джоули не захотела с ним жить, с Брэдом Питтом. Все? Понятно, да? И надо помнить, что вот этими картинками чуждая идеология, она человека уводит от Торы. А дальше, какой, какой выход там? На выходе что? Человек, который потакает своим вожделением, если он ест много мяса, оно уже перестает его насыщать. Если он ест там много тортов, он становится толстым, ему уже не нравится. Если он там с женщинами злоупотребляет, то у него, в конце концов, он уже не знает, что с ними делать, и у него и здоровье плохое, и спит, и, значит, и... То есть, он уже не знает, как ими злоупотреблять. То есть, все это пустое, пустое, вот, по сути, оно пустое. Но, кто бы за этим пустым гнался, если бы Бог так не сделал, чтобы оно вызывало вожделение? Бог специально сделал. Смотрите, вот зло привлекательное, вот добро, заповеди, Тора. Какое здесь... Ну, то есть, как бы оно издалека, оно вообще не привлекательное. Когда ты туда нырнешь, оно становится привлекательным. Но покаместь, пока ты туда не нырнул, издалека мир Тора, он кажется, ну, что там привлекательного есть? Ну, что вы, вот это, сидят эти в Ешиве, там, учат Тору? Шаббат они соблюдают, по восемь детей нарожали, и так далее. То есть, со стороны смотришь, непривлекательно, а внутрь вошел, привлекательно. Все, шаббат шалом, мы закончили девятую главу, и нужно знать, что тот, кто идет против Торы, и тот, кто идет, нарушает заповеди, он заходит в очень опасную, опасную такую площадочку. Все, дорогие друзья, всем шаббат шалом, удачи, успехов, радости, веселья, счастья, любви, духовного роста, и всего самого хорошего. Все, удачи, успехов, пока.